В разделе планирования учебной деятельности мы говорили о том, что успех в обучении определяется не столько с теми способностями и талантами, которые есть у человека, сколько способностью употребить эти таланты и распределить время достаточно для того, чтобы обучение состоялось, чтобы задание было выполнено и его время было распределено эффективно. Сегодня мы поговорим о том, какое время лучше использовать для занятий и как составить бюджет времени. Интересно в этом отношении посмотреть на статистику. Было проведено исследование около тысячи студентов на предмет того, какое время и как они тратят на свои занятия. Итак, исследование показало, что большинство студентов поступает к самоподготовке в период от 18 до 20 часов 26,3%, от 20 до 22 часов 36,8%, от 22 до 24 часов 23,2%. Если в среднем продолжительность самоподготовки составляет 4 часа, то можно заключить, что 60% студентов выполняют задания в поздние вечерние часы. Является ли это время наиболее оптимальным? Это время требует напряженную затраты энергии и отрицательно отражается на качестве сна, повышает нервную возбудимость, снижает эффективность усвоения учебного материала. Ученые доказали, что около 300 процессов, которые происходят в нашем организме, подстраиваются под суточный режим дня. Иными словами, соблюдение обычного графика режима дня, ночного сна и дневного бодрствования — это естественный биоритм человека. Поэтому, когда мы планируем время для занятий, нам нужно обращать на это внимание. Наиболее плодотворным временем для занятий считается время с 10 до 12 часов дня, потом оно несколько уменьшается. Во время обеда к 5 часам вечера работоспособность опять восстанавливается, и до 7 часов вечера она также достигает достаточно высоких значений. Что касается вечернего времени, то оно неплодотворно для умственных занятий или выполнения домашних заданий. Вы тратите больше энергии, результатов получается меньше. Когда в начале учебного года вы определяете с расписанием вашим занятием, то целесообразно в это время рассмотреть свой календарь и определить оптимальное время, когда вы можете заниматься. Если вы приходите домой поздно вечером, то может быть стоит рассмотреть эффективные занятия во время выходных. Например, с субботы, если у вас свободно, то время с 10 до 12 часов будет наиболее плодотворным для ваших занятий. Что еще необходимо помнить при планировании вашего времени? Прежде всего, для процессов запоминания информации необходимо, чтобы у вас было полноценное время сна. Достаточно серьезные исследования показывают, что студенты хронически недосыпают. 7-8 часов в день является нормальным уровнем сна. Если вы ложитесь в 3-4 часа и встаете в 6, то хронический недосып снижает вашу умственную работоспособность от 7 до 18%. Это значит, что на утренних занятиях вы сможете усвоить гораздо меньше полезной информации. Что касается сна, вы также должны знать, что дефицит сна восполняется большим периодом высыпания. Но вводить это в норму не следует. Чем более регулярный ваш сон, тем более ваш организм приспосабливается и естественным образом входит в ваш ритм жизнедеятельности. Для обозначения правильного и разумного распределения времени использую термин, который называется бюджет времени. От английского слова budget – распределять. Бюджет времени – это правильное и осознанное распределение вашего времени так, чтобы ваша нагрузка была оптимальной, а достижения были эффективными. Поэтому при составлении бюджета времени вам нужно все ваше время поделить на две части. Первая часть – это рабочее время, когда вы занимаетесь определенной работой, или если вы студент очного отделения, то это будет ваша учеба. И также вторая часть времени, которая называется нерабочей. Нерабочее время делится на время, когда вы занимаетесь какими-то делами, например, здесь вы едете домой, вы занимаетесь домашними делами, вы исполняете домашние задания и свободное время. Кроме этих двух компонентов у вас может быть еще неучтенное время, которое хорошо оставлять на то, чтобы вы просто имели какую-то свободу распределения времени. Что можно еще учитывать при составлении бюджета времени? Когда вы распределяете время, вам прежде всего нужно вспомнить свои цели, какие цели вы поставили перед своим обучением. Какие-то вещи, которые не совпадают с целями обучения, можно просто исключить из вашей деятельности и таким образом структурировать то, чем вы занимаетесь. Очень важным при составлении бюджета времени является придерживаться последовательности в работе. Когда вы последовательно выполняете какую-то деятельность, ваш организм входит в ритм. И этот ритм вам продолжает двигаться достаточно долгое время. Работать следует систематически. Чем более постоянно вы занимаетесь чем-то, чем более продуманный, логически обусловленный ваш бюджет времени, тем более вы эффективны. Ваши процессы все подстроены под ваш ритм. И приходя на определенное место или с наступлением некоторого определенного времени, ваш организм как бы сам уже настроен и сосредоточен на определенном виде деятельности. Вспомните, что происходит с вами, когда вы заходите в знакомую столовую. Как правило, вы сразу хотите кушать. Также есть рекомендация не делать больших перерывов в работе. Когда вы делаете большой перерыв, то начало работы опять занимает у вас времени для раскачки, для мацемации, для того, чтобы вам войти в эту струю рабочего времени. Поэтому перерывы должны быть небольшими, приблизительно 10-15 минут. Когда вы составляете бюджет времени, правильно чередовать виды деятельности. То есть, если в какой-то момент вам нужно долго сидеть и заниматься над учебником, слесообразно после этого поставить какое-то спортивное занятие. Чередование виды деятельности ведет к тому, что недостатки одной деятельности могут компенсироваться сильными сторонами другой. Когда я училась, у меня всегда было очень много времени на чтение. И я мечтала, чтобы изобрели такой тренажер, когда ты мог бы ехать на велосипеде и одновременно учить учебник по богословию. Но пока таких я не видела. В заключении хотелось бы сказать, что ваши волевые усилия и желание, целеустремленность исполнять намеченные вами цели всегда приводят к успеху и к оптимальному распределению времени, что чрезвычайно важно, когда вы занимаетесь учебой. На этом занятии мы поговорили о том, как правильно распределять время и как составить бюджет времени, когда вы начинаете заниматься обучением. Будьте пунктуальны, систематичны и исполняйте ваши планы. Успехов вам!